Переходим ко второму движению. Антон озвучил, что у нас сегодня будет взятие на грудь с остановкой. Мы об этом спросим. И толчок, да? Да. Это будет в одном движении? Да. Или в раздельном? В одном движении. В одном. Самое интересное, это разминка локтей. То, что было подмечено в инстаграме. Поэтому показывай, рассказывай. Первое, с чего я начинаю, беремся в середину штанги. Штангу укладываем ближе к кисти. То есть мы ложим ее не сюда. А ложим ее ближе к краю кисти. Для того, чтобы локоть можно было максимально хорошо разогреть. Тянем локоть вверх. А давление штанги нам как раз и растягивает этот самый локоть. И также мы немножко в сторону убираем, чтобы можно было растянуть еще сильнее. На одну. Также вот на вторую. Тянем сюда. Следующее, что я обычно делаю. Толчковым хватом берем. Стараемся все же не ложить на пальцах. А все-таки влаживать руку хорошо. И штанга тянет назад. Мы тянем локти вверх. То есть все в принципе. При этом стараемся немножко расслабиться. Немножко можно в сторону, чтобы как по самочувствию, как она пойдет. И засунуть, что я делаю сам, это все. Но также, если локти тянутся плохо, если можно взять ассистента, то есть второго человека, кто тебе поможет. И он уже потянет локти. Ну, ты знаешь как. Ну, все точно так же. Опять же, влаживаем максимально близко кисти, чтобы не вламывал он кисти. Леха берется за штангу. Вот лазит. Таз убираем назад. И постепенно тянет локти вверх. А я приседаю ниже. Вот такая ситуация. В принципе, этого должно быть достаточно. Ну что, немножко потянули колени. Потянули галина на стоп, чтобы сед был максимально комфортным. Начинаем потихонечку разминаться во взятии на грудь. Делаем максимально медленно, спокойно, никуда не спешим. Тоже тут самый момент, когда мы плавно держим грудной отдел. Ну, скажу вам что. То, что я восхищаюсь взятием на грудь Антона. Сейчас будет интересно как раз об этом поговорить. И сравнить непосредственно технику в рывке и во взятии на грудь. Потому что если ты там говоришь, что ты делаешь, ну, стараешься делать за счет прогиба. Вот, то во взятии на грудь это все наоборот. Да, первое, что нужно понять, да. Если рывок это длинное движение, если мы его максимально растягиваем хорошо вверх, то взятие на грудь это короткое движение. И все, что нужно для взятия на грудь, это попасть в максимально выгодный угол для того, чтобы попасть в отдачу и резко встать. То есть, чтобы сразу было понятно высота. Возьмем стойки. В общем, было понимание, что в принципе не нужно штангу затягивать куда-то очень высоко, тянуть ее. Это короткое движение, главное попасть в тот угол, который нужен. Вот для сравнения. Вот эта высота, то есть, которую мы отрабатываем здесь. Вот она. Которая я работаю с небольшим наклоном вперед. То есть, я не распрямляю спину, я всегда остаюсь накрытым над штангой. Вот это максимальная высота, которая может быть. Ставим штангу. Этой высоты вполне достаточно для того, чтобы успеть под нее уйти и ее встретить. Вполне. Вопрос в том, хватает ли у вас скорости это сделать. Как она работает. Да, и вот в чем, собственно, смысл. Для чего я оставляю всегда корпус над штангой. То есть, я не выпрямляюсь и не машу спину назад. Я всегда остаюсь над штангой. Для того, чтобы резко и быстро максимально под нее сесть. То есть, у меня нет того момента, когда мне нужно с этого положения вернуться в это. Я это делаю как бы максимально коротко. Стоюсь над ней. То есть, вот мое движение. Даю ногами до конца. Обязательно дорабатываю трапеции. Трапеция сама по себе очень сильная мышца. Поэтому дорабатывать не шел в рывке, что в толчке обязательно нужно. Вот мой подрыв. И вот с этого положения я и работаю. Большего не надо. На многих видео в сло-мо заметно, что не до конца разгибаешь колени. Коленный сустав. Ну, возможно. С чем это сказал? Возможно, просто я там недостаточно такой большой вес. Я не до конца разъебаюсь. Возможно, просто камера не улавливает тот факт, когда у меня идет полное распрямление ноги. Когда я отрабатываю на маленьких весах, я всегда стараюсь выпрямлять ногу до конца. Зачем остановка? Остановку мы сейчас делаем для того, чтобы максимально хорошо почувствовать, где мы стоим. То есть, свою опору. То есть, чтобы мы не стояли ни на пятках, ни на носках, а четко чувствовали центр стопы. Остановка для того, чтобы нам хорошо здесь почувствовать, где мы стоим. Чтобы спина накрытая, рука свободная. То есть, мы не зажались ни руками, ни плечами. Остановки мы расслабимся, и отсюда мы работаем. Вот подрыв. Просто, скорее всего, на больших весах получается не совсем вот такое вот движение. А получается немножко вот такое движение. Но все равно я оставляю грудь на штангах. То есть, я как немножко двигаюсь навстречу штанге во время подрыва. У вас возможно, в больших весах, что при рывке, что при толчке это нормально. Можно я добавлю, как я понимаю это? Это техника, при которой идет акцент больше не на выпрямление вверх. То есть, не для того, чтобы достичь максимальной высоты штанги, как в рывке. А для того, чтобы сделать подрыв, передать энергию и не тянуться со штанга. А в тот момент, когда другие продолжают тянуться, начинать уже уходить под нее. То есть, из-за этого ты дошел, сделал подрыв. Многие начинают дораскрываться, как бы продолжая движение. Ты начинаешь менять амплитуду, ты начинаешь уходить вниз. Для того, чтобы максимально быстро ее словить внизу. Да, все верно. То есть, я не пытаюсь делать лишние работы, которые не нужны. Я не пытаюсь ее тянуть куда-то высоко, чтобы потом из этого положения обратно возвращаться в то же положение, в котором я был. Я стараюсь это все минимизировать. Остались, установка. Обязательно держим хорошо спину. И во время подрыва, то есть, идет подрыв. И в тот момент, когда я ухожу под штангу, плечи тянутся назад, локти тянутся назад. То есть, я максимально вот такое движение будет близко. Если мы махнем немножко спиной, сразу уйдем на пятку и встретим на пятку. А если вы встретили на пятку, то, скорее всего, у вас засадит в седе. Обязательно. Это Юрий Павлович Кусинов очень, так знаешь, подчеркивал это тем, говоря, что взятие на грудь – это тяга до подрыва и потом падение вниз камнем. Ну, я бы да. Я бы не сказал, что камни, все равно я встречаю ее. Все равно я стараюсь встречать ее выше. Если вы будете ловить ее внизу, в самом седе, во-первых, вы не получите нормальной отдачи, во-вторых, она ударит вас сверху. Поэтому здесь, как и в рывке, нужно встречать ее максимально высоко, как ты можешь. То есть, это женит раз, и вот в этом положении она у нас ложится, и мы уже вместе с ней садимся, попадаем в отдачу. Главное, чтобы не было типа вот такой ситуации в седе, когда мы сидим столбом, вся нагрузка идет на пятки, с этого положения в отдачу встать, в принципе, очень тяжело. Обычно, когда ловят в таком положении, их зашаживает седе, потом с мертвой точки они начинают встать уже за счет ног. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ах, да, очень интересный момент. Сейчас будет небольшая дискуссия насчет толчка с груди. Вот. Ты меня прям пугаешь, слушай. Да. И вот этой вот всей темы. То есть, я полностью приверживаю тот момент, что выворачивать стопу, когда ты толкаешь в ножницы, не стоит. Так как физиологически мы всегда ходим, нога стоит ровно. Для устойчивости делать вот это, как бы я считаю, что это как бы неправильно. Ты себе выворачиваешь сустав, можешь травмировать из-за этого колена. Так же, как и сделал сидеть. Устойчивости это не добавляет настолько. Все-таки лучше, чтобы прямая нога стояла максимально ровно. И это стояло на разуме. То есть, не было ни вот этого, ни вот этого. Так как я уже чувствую, что здесь идет нагрузка на колено, на тазообедренный сустав. И при этом тоже. То есть, я все-таки приверженец того, чтобы ты толкал ровно. Прямая нога становится максимально ровно. Передняя и задняя становится максимально ровно. Я чувствую четко на двух плюсных и на всех пальцах здесь и здесь. То есть, подворот для того, чтобы встать на все пальцы, мне не нужен. Я и так его ощущаю, становляя ногу ровно. Я не считаю, что здесь должна быть какая-то большая дискуссия. То есть, я это и моя команда это рассказывает вот так. И у нас есть какие-то определенные аргументы. Есть много атлетов, которые поднимают вот так. Есть много атлетов. То есть, я вообще, когда я шунгую, я делаю вот так. Я не понимаю, почему я так делаю. Но всегда, как правило, говорит килограмм. То есть, если ты поднял больше, ну типа, ты сейчас поднимаешь больше. Поэтому ты прав. Все. В боксе есть вот это. В других видах спорта это есть. То есть, такая постановка есть, она чем-то обусловлена. Вопрос того, как это удобно или как это физиологически более выгодно. Ну, это можно долго дискутировать. Это будет слишком длинное видео. В любом случае, нужно толкать. Ноги нужно разбрасывать. От того, что ты поставишь стопу там 5-10% вовнутрь или нет. То есть, мы же говорим не об этом. Не об этом мы говорим. А мы говорим о 5% вовнутрь и здесь. Да, то есть, это как бы... Это, в принципе, то есть, вот это, в принципе, нормально. То есть, когда твоя нога... У меня тоже такое бывает. Сыновится вот в таком положении. Это, наверное, нормально. И когда здесь она, ну, чуть-чуть уходит. То есть, тоже в таком положении. Это, в принципе, может быть быть нормальным. Но просто я вижу ребят, которые понимают это настолько утрированно, что я вижу, что человек толкает, и он толкает вот так. И это уже, как по мне, это уже ненормально. То есть, подвороты... Ну, это уже слишком, да. Это уже слишком, да. И вот я вот за вот это говорю. То есть, они это понимают слишком буквально, в принципе. Неужели понимать, либо нога стоит ровно, передняя. Либо немножко, небольшой наклон есть вовнутрь. И эта нога. Либо она стоит ровно. Но главное, чтобы вы ощущали четко, чтобы у вас нога стояла на двух плюсных. То есть, сразу для понимания. Вообще, наша стопа, она держится на трех плюсных. Это пятка. Это первая плюсная. Вторая плюсная под большим пальцем. И третья возле мизинца. На первых двух мы должны стоять вот здесь. Здесь мы должны стоять на всех трех. На что обращаешь внимание во время взятия на грудь и толчки? От грудь. В тяге. В тяге это подрыв. У меня очень низкий подрыв. Низкий подрыв от огня. Подрыв у меня начинается сразу здесь. Но это для всех, кто будет, как бы, смотрите видео, переносить что-то на себя. Вы должны понимать, что у каждого разная длина рук. У меня руки длинные. И мне максимально комфортно делать продрыв отсюда. Если у вас руки короче, то естественно отсюда. Если еще короче, то отсюда. То есть, как это понять, вы делаете, становитесь максимально выгодной для вас положением для прыжка вверх. То есть, вот. Руки опустили, сразу понятно, где у вас будет подрыв. Как бы ни было вот этой вот темы, затягиванием рук в пах и всякого. Подрыв происходит там, где у тебя происходит полное выпрямление коленового. И без того, что ты затягиваешь руками. Да. Да. Просто я часто, кстати, встречаю тоже здесь. Есть лишь две техники. Как в рывке есть, например, я рву по одному, Леха рвет чуть-чуть по другому. То есть, две разные техники. Правильные оба, но как бы каждый подстроился их под какую-то свою самую стильную точку. У Лехи это ноги, то есть, самые сильные. Он поднимает за счет ног, я поднимаю за счет спины. Здесь точно так. У меня спина сильная, я делаю короткое движение, максимально удерживаю угол. И подрыв у меня низкий. Когда вы делаете подрыв в паху, то вы должны понимать, во-первых, и должны быть короткие руки. А во-вторых, вы должны распрямляться и весь импульс давать за счет ног. Если я здесь выдержал, чуть дал и ушел, то вам придется выпрямляться вот эту самую дугу. И возвращаться потом назад. Почему, например, многие эту технику используют те же самые китайцы. Сильные ноги. За счет сильных ног, короткие руки, они могут это поднимать. Даже когда там может быть не настолько короткие руки, но все равно это сильные ноги. Они всегда делают и полностью выпрямляются при ровных руках. Они делают это вот так. А многих ребят я вижу, которые пытаются делать подрыв паху за счет рук. Получается вот такая вот ситуация. Говорят, что это якобы им как-то помогает, это как-то легче, но это неправильно в корне. Давай еще добавим, что китайцы в основном это делают из-за того, что они ниже по росту. Ну, в среднем, да? И они просто вынуждены это делать для того, чтобы достичь необходимой высоты. То есть им приходится делать переразгиб для того, чтобы штангу вытянуть чуть выше. Потому что если замерить их нестартовое положение, там, где штанга находится вот здесь, на стартовом положении, и их подрыв, это слишком короткий промежуток времени для того, чтобы штангу разогнать и придать ей какой-то определенный импульс. Поэтому приходится добавлять мах. То есть если атлет имеет 1,80 м, и атлет имеет 1,45 м или метр пятьдесят, это как бы абсолютно разные траектории движения и немножко разные техники. В подъеме от груди. На чем фокусируешься? Первое, я всегда стою ровно. То есть первое, я сексуально акцентирую, чтобы я максимально ровно стоял, чтобы не было вот этих вот отставлений таза, прогибов в поясничном отделе, чтобы вся нагрузка шла ровно через все тело. Второе, я держу грудь хорошо. Держу лопатки, которые плотно, хорошо прижаты к телу, и держу грудной отдел, чтобы она лежала максимально комфортно. Плечи опущены. То есть я заметил такую ситуацию, часто меня, когда берешь на грудь, ты начинаешь плыть. И все думают, типа, слишком далеко забрасываешь, но я прям чувствую, что она лежит правильно, но все равно начинаешь плыть. И я понял, что в тот момент, когда ты в подседе, когда он тебе лежит, поднимаешь плечи, ты тем самым поджимаешь в все сосуды притока крови в мозг, и тебя начинает реально плыть. То есть из-за того, что ты просто поднимаешь плечи, ты зажимаешь всю шею. Из-за этого кровоток плохой, ты начинаешь терять сознание. Когда ты опускаешь плечи вниз, все это открывается, кровоток хороший, и мне стало намного проще и легче. И сонную не передавливаешь? Бывало, вот раньше было очень часто, из-за того, что я вот постоянно поднимал плечи, и меня прям вот падал, как бы, ну, все равно у меня это абсолютно противоположное. Абсолютно противоположное, потому что если я опускаю плечи, я начинаю плыть. Ну, то есть, если я даже беру штангу со стоек, и я понимаю, что она лежит у меня вот здесь, все, ну, то есть, я ухожу. Ну, естественно, то есть она не должна лежать у тебя прямо на шее. Ну, ежедневно положить надо, ее нужно положить либо на кисть и рукой держать, да, ну, то есть, зажать получается здесь все, и держать ее рукой, но в таком случае, как бы тебе не получится хлесткого движения, либо тебе нужно, тебе куда-то где-то нужно расположить, то есть, либо на плечи, либо сюда. Если ты опускаешь плечи, ты ее кладешь сюда, вынужденно. Здесь вот у меня, как бы, ну, у меня такая частая проблема была, когда я брал, я просто падал с ней, отключался, и для себя я нашел это вот, ну, приподнимать плечи, но у меня было это связано с тем, что я не мог это делать за счет того, что у меня была ограниченная подвижность, ну, то есть, здесь, мне пришлось ее развивать. Вот приседания в лямках, почему, знаешь. То есть, для того, чтобы поднять плечи, нужно подвернуть сюда локоть, чтобы подвернуть его сюда, это нужно делать те упражнения, которые, там, ты сидел минут 15 назад, да? Ну, я просто для себя замечал, вот, интересный был тоже опыт. Для себя замечал, если я опускаю вниз, все, вафля, ну, то есть, я плыву максимально, со стоек снимаю, делаю шаг, все, я уплыл. А у меня другая, вот, у меня та ситуация, когда я поднимаю плечи и начинаю плыть. А как ты не поднимаешь? Ты поднимаешь их за счет, как ты, вот, я, допустим, даже поднимаю. Я их просто, я держу грудь. У меня шея не напряжена. А я их, получается, под поднимал вот таким вот ситуацией, вот, видишь, я уже поджимал трапецию этим самым. А данный момент я, типа, опускаю плечи и просто держу и само плечо выдвигаю, как немножко вперед. А ну, еще раз покажу, вот, расслабься, вот этот НСС. Теперь штанга на груди. И теперь сделай так, чтобы как будто она у тебя на плечах лежит. У тебя вот смотри, вот, мягкая. Ну, по ощущениям, я прям чувствую, может быть, глубокие, но так вот. Ну, то есть, со штангой, это получается, моя ситуация была вот такая. Сейчас. Вот такая, точно, на меня вот сейчас уже давит, мне уже хреновенько. Вот вот я поднял плечи, я чувствую, что на меня очень сильно дай, как только я опускаю, расслабился, могу стоять долго. Ну, тоже будет полезно, как бы, опять же, две противоположности, да, то есть, такая техника, такая техника. В любом случае, когда будете делать, будете чувствовать и будете уже знать, что можно и так, и так, и подбирайте просто под себя. Если будете плыть, меняйте на противоположную. Еще знаешь, что ставить больше будешь? Да. Что еще замечаю, у тебя достаточно короткий подсед. Ну, это, наверное, больше моя ошибка, чем является, как бы она так, как она есть. Ну, то есть, ты, если ошибка, значит, скорее всего, наверное, ты пытаешься как-то над ней работать. Да, да, да. За счет чего? Остановки в подседе. Очень отличная вещь. То есть, в тот момент, когда мы либо, может, взяли на грудь, толкнули, либо со стоек положили штангу, остановка в подседе, подержали 2-3 секунды и отсюда толчок. Отличное упражнение для того, чтобы хорошо чувствовать стопу, откуда у вас идет опора, чтобы вы не толкали там ни с пяток, ни с носков, не уходили колени, локти. То есть, вы максимально держите всю конструкцию и за счет этого заставляете себе терпеть в этих углах, чтобы не было потом таких ситуаций, типа опустили локти, шли в носок еще. Остановка, подержались, отсюда выстреливаем, толкаем. Были ли какие-то технические моменты, которые вы поменяли, когда ты перешел в другую сборную? Или на которой начали работать? Или, в принципе, уже работалась по накатной схеме? Ну, прям, технику мне не старались сильно менять, потому что они понимали, что если я при этой технике поднимаю и расту, зачем ее, в принципе, менять? Угу, хорошо. Были, немножко подправляли в плане рывка, в плане подрыва, вот, чтобы я лучше раскрывался, лучше вставал, не коротил. Вот, ну, прям каких-то серьезных картинных изменений, мне не сделали. То есть, в основном, школа, та школа, которая была заложена здесь, то есть, вы просто ее дальше уже развиваете. Понял. При этом, самое, что интересно, в Украине масса школ. Вроде мы с Лехой из одной школы, Донецкой, но техники чуть-чуть разные. Ну, так мы, во-первых, а, у разных тренеров? Ну, да. Это первое. А даже такое, что у одного тренера бывает, атлеты поднимают по-разному. Соответственно, как бы это нормально, это допустимо. В этом движении есть ли какое-то основное и отстающее движение? То есть, допустим, взятие на грудь лучше получается, чем толчок от груди или наоборот? У меня, конечно, лучшее мое это взятие на грудь. С грудью у меня всегда были проблемы. Я постоянно работал на глошком груди. Как бы на грудь были такие моменты, что я на грудь как бы брал на 10 килограмм больше, чем толкал груди. Я в тот момент искал свой толчок, понимая, как научил стоять. Там, в таком положении, либо в таком положении. Я искал что-то для себя новое. И каждый раз, самое интересное, что-то находил, с этим хорошо поднимал. А потом в один прекрасный момент мне просто переставало подходить к этой техникам и становилось неудобно. Я переставал прогрессировать этой технике и пришлось менять опять. Вот такая постоянно была гонка за лучшими результатами. Основная проблема, допустим, если взять толчок от груди, с чем связываешь? Ну, первое, у меня, наверное, когда я уже мастер выполнил, у меня главная была ошибка, это отставление таза, что я исправил потом. Были ошибки. Какие считаешь, извини, почему считаешь, что это неправильно? Отставление таза? Ты, вот этот вот момент, когда ты отставляешь таз, напрягаешь поясницу и всю эту конструкцию можешь держать на небольшом весе. Как только приходит большой вес, сразу начинается такая ситуация, ты начинаешь наклоняться вперед и штанга летит вперед. Нет опоры под тобой, ты тазом смещаешь опору назад. То есть штанга, самая штанга должна проходить сквозь тебя на центр стопы. То есть тебе должна быть опора четко под тобой. А когда ты прогибаешь поясницу, убираешь таз, ты просто смещаешь себе опору, и тебе толкать потом уже нечем. А как исправить? Как исправить? Работать. А как исправил? Работал над прессом. Вот. Долгое время работал над прессом, долгое время как бы возвращал двигательный навык. Оттачивал двигательный навык. Поначалу стоять просто ровно было максимально неудобно. То есть привык напрягаться, привык держать весь этот корсет именно в пояснице. А тут тот момент, когда нужно было держать полностью весь свой корсет, не только в пояснице, а везде. То есть начал долгое время работать над прессом. Кстати, очень неплохо помогла методика ДНС. Вот. Я проработал с реберетологом месяца 8. Вот. И как бы вернул правильный рефлекс дыхания. И за счет этого таз выровнялся и мне стало толкать проще. Знаете, еще один такой интересный момент, который я себе как бы... Все атлеты, которые прям хорошо толкают с груди, я заметил, что они не дышат в грудь. Все они дышат больше в живот. Потом как бы поняв для чего это, то есть когда ты делаешь вдох в грудь, зажимаешься и теряешь контроль с ногами. Когда ты делаешь живот, ноги и грудь становятся единым целым, ты хорошо держишь внутривышное давление и весь этот корсет удерживать намного проще. И ты получается отсюда, с этого положения, с этой опоры толкать намного легче. Когда вдох идет именно через... То есть ты больше делаешь, если ты делаешь вдох, допустим, ты взял на грудь. Начинаешь перед толчком, там за секунду, за две, ты делаешь вдох в живот, не в грудь. Не в грудь. Ну, а получается, это не в живот, прям вниз живота, чтобы как бы не начали понимать элитировано. Получается, это вдох в районе солнечного сплеятения. То есть, получается, я диафрагмой давлю вниз, мышцами снизу я давлю вверх и получается давление, которое помогает мне держать этот вот корсет. Субтитры сделал DimaTorzok Пояс, да или нет? Пояс не использую уже последние года 4-5. Мешает, мне с ним неудобно. Хотя пояс, в принципе, нормальная вещь, как бы, если уметь им пользоваться и уметь правильно его затягивать. Первое, что нужно понять, для чего нужен пояс. Пояс не держит спину. Пользует, помогает сделать максимальное внутребрюшное давление. Что мы делаем? Одеваем пояс. И одеваем его не просто на живот. И фиксируем вот здесь, что у нас здесь торчит. А как многие видели, у кого есть ребята с животом, не всегда его поддевают под низ живота. То есть, когда мы одеваем пояс, мы делаем его под низ живота. Это помогает нам лучше удерживать низ. А диафрагмой давим, как бы, сверху вниз. Пояс поддерживает нам низ. Получается такое хорошее внутребрюшное давление, из-за чего, в принципе, для чего он и нужен. Для того, чтобы там удерживать спину. Именно для этого. Как чувствуешь? Нормально. У меня в последнее время толчок как-то идет получше. Я просто работал все это время больше над толчком. Потому что в рывке я выигрываю, толчье потом проигрываю. То есть, слабое звено это толчок. Да. И я понимаю, что там тот же катарец, китаец, катарец. Не толкают много. И чтобы с ними конкурировать, нужно толкать. Какой бы ни был у меня сильный рывок, как бы много я не рвал, но всегда выигрывает тот, кто толкает. Поэтому я сейчас подтягиваю максимальный рывок, чтобы показать достойный бой этим ребятам. Копарец 231, да? 32. 32. Ну, слушай, это дома. Насколько реально к этому подобраться? Да, я думаю, реально вполне. Если хорошо зацепиться, дать ему форы в 5-7 килограмм в рывке, то я думаю, подраться просто максимально близко в толчке и все. Там нужно будет от 225 килограммов плюс-минус так. 25-27. В принципе, тогда можно будет ему дальше. К этому подбирался уже, допустим, взятие на грудь, в толчке от груди. Ну, когда-то давно я 25 на грудь брал с плентов. Это очень давно-давно было. Из последнего свежего что было? Ну, за год, за полтора. Ну, двадцатку. Двадцатку. Толкал, да. В усатку толкал. Ну, я чувствую, что уже запас есть. Я думаю, если форму вывести правильно на соревнованиях, то все бы сложится так, как я хотелось бы. То, в принципе, достойный бой на Олимпиаде надо давать. Самое, что интересно, неожистая категория – одна из таких самых жестких. 81, 96, где я имею в виду конкуренция, все ребята максимально близко. Ну, 96, там по 109 непонятно. По 109 там непонятно, потому что не все поедут на Олимпийские игры, типа. Такое оно непонятно. Ну, 96, 81 – прям явная такая борьба. Да, знаешь, сейчас получается за счет того, что получился вот этот вот год какого-то, знаешь, такого застоя, сложно понять, кто на каком уровне находится. И предположить, там, допустим, были одни фавориты, возможно, как бы те фавориты, знаешь, там, уже не фавориты давно. Из-за того, что слабые ноги использую на коленнике максимально жесткие, чтобы хоть как-то вставать с ней. Ты все-таки веришь, что, наверное, на коленнике помогают вставать? Да. Не, мне реально помогают. Я, например, приседаю без наколенников килограмм 260, на коленниках 280. Мне прям ощущения дают хорошие. Так ты «С»-очку берешь? Не. Сейчас скажу тебе. Плотненько. Плотненько. «Л»-очка, по-моему, даже. «Л»-очка? «Л»-очка, да. «Л»-очка. Ну, рвать них нереально. Толкать еще нормально, то есть, когда у тебя старт высокий. Но рвать – это никак. То есть, там более низкий старт, там надо же просесть в сет, а не все спросить не дают так, как надо. Получается, не очень. Поэтому буду брать наколенники для рывка отдельно. В конце сделаем челюсть. Челюсть тоже сделала, не переживай. Челюсть я тебе уже сделала. Ты уже выиграешь по-любому. Челюсть. Попробую. Я попробую ваши там все. Юрны, не мои. Юрны. Юрны, да. Вот. А ты попробуешь мою тему. Надо отправить видео тренеру на… Да, чтобы он сказал. Ты, кстати, тренера отправляешь видео? Да. Но ты сейчас, допустим, на данный момент, кого ты считаешь первым тренером? Первый тренер мой – Николаевич. То есть, я с ним туда пришел в Грузию, он меня тренирует, когда я нахожусь дома. Когда я нахожусь на сборах, руководство забирает под себя Асанидзе, и я тренируюсь по его планам, но мой тренер и я подправляем под себя. То есть, если я там привык делать чуть больше тяг, мне дает чуть больше тяг. Я привык делать там какие-то статику, там, взятие на грудь с остановками и так далее. Он мне это дает. Но основную мы поддерживаем плана Георгия Асанидзе. В момент вставания самая главная вещь, которая должна быть в отдаче, это вы должны принимать в центр стопы. То есть, ни в коем случае не должна быть пятка. Как только вы принимаете штангу, если натертитя же смещается на пятку, в отдачу вы уже не попадете, вам уже придется вставать с нуля. Первый момент – это центр стопы. Второй момент – это таз назад, грудь вперед. Как только вы расслабились в грудном отделе, вас сразу сместит на носок. Естественно, вы потом пройдетесь вперед, будете вставать слот вот такой спиной. Обязательный момент – держим грудь, держим таз сзади, центр стопы. Локоть, плечи вниз, опять же, плечи вниз, держим спину сзади, руть держим и в центр стопы. Чтобы даже было точно понятно сбоку. То есть, чтобы не было вот такой ситуации. Вот этого сразу засадит в пятку и с этого положения вставать будет максимально некомфортно. Ну, а рядом, по-моему, так и принимают. Это я к тому, что как бы есть разные атлеты и тоже они могут по-разному поднимать. Я тоже приверженец того, что нужно ему, как ты показал. Вот. Ну, да. Случаи бывают разные. Завалить может по-разному. Но желательно как бы на маленьком весе отрабатывать все-таки и стремиться вот к этому движению, чем сидеть вертикально, как говорится, гвоздем. Фиксация в толчке с груди. Как отработать фиксацию? То есть, я столкнулся с таким моментом, что мне многие подходы перестали считать. Я из-за этого проиграл чемпионат Европы. Вот сейчас в 18-м году до 23-х лет. За то, что мне просто элементарно не считали локти. Они у меня немножко дрожали. У меня было вот такое вот состояние. Как это убрать? Как убрать вот эти вот минимальные дожимы? Как лучше отработать фиксацию? Это, в принципе, элементарно. Толчок из груди с задержкой в ножницах. С максимально четким включением. То есть, мы толкаем. Ух ты. Еще раз. И стоим в этих ножницах максимально долго, сколько сможем. При этом четко держим локти ровные, плечи и все. То есть, держим всю конструкцию максимально ровно. Чем дольше будем так стоять, тем лучше. Если при толчке с груди, при каждом своем толчке с груди вы будете отстаивать хотя бы секунды 2-3 в ножницах, это вам даст реально хороший прогресс в толчке с груди и фиксация станет значительно лучше. До каких процентов стоять в таких положениях? Каких угодно, с каких сможешь. То есть, в нормальном варианте, то есть, в рабочих весах. То есть, а 70% то там 85%. Мы должны прямо отстаивать секунды по 3-4. Если вы это будете делать, отстаивать с 90% своими процентами сами, для вас же лучше. Я предлагаю закончить эту часть, перейти к трэшу, в которой будут упражнения от тебя, будут упражнения от нас. В любом случае, как бы задача не показать, кто сильнее, потому что во многих упражнениях я там, если позволю, даже не буду участвовать. Вот, если надо, буду участвовать во всех. Я, как бы, это упражнение, которое придумали ребята из моей команды. Хорошо. Будем пробовать все. Я тоже сделаю небольшой свой челлендж. Посмотрим, насколько хорошие крепкие кисти у Лехи. Вот, сможет ли он сломать гвоздь. Вот, это, в принципе, моя тема. Я это делал для того, чтобы хорошо укреплять кисти. Посмотрим, как быстро и вообще справится ли с этим Леха. Короче, нормальная затравочка на следующее видео. Поэтому по ссылке внизу переходите на следующее видео. Будет трэш. Поехали.